Раз, два, три. Вы готовы, дети? Да, капитан! Итак, поднять паруса и прокатиться по петербургским акваториям мы сегодня решили вместе со специалистом музея воды Татьяной Полищук. Добрый день! Татьяна, что это за прекрасное такое разноцветное место, где мы находимся? Это детский экологический центр водоканала. И мы здесь с ребятами разного возраста, с маленькими и большими, можем познакомиться с тем, как вода путешествует в природе и в городе. Ну и вот узнать, как очищается вода, тоже можем. Посмотрите, здесь у нас есть такая видеостена, и даже, можно сказать, она похожа на лабораторию, где мы это узнаем. Разные технологии водоканала здесь представлены, в том числе биологическая очистка воды, когда воду очищают живые микроорганизмы. А живут они выли. А посмотреть на эту капельку ила можно благодаря нашему микроскопу. Капелька — это главная героиня всего этого телевизионного комикса, я бы назвал. Да, конечно же. И вместе с капелькой мы путешествуем по Балтийскому морю. Сейчас отправимся с вами в кинозал, где можем посмотреть фильм о Балтийском море. Фильм необычный, он с голографическими эффектами и 3D-анимацией. И что же нас ожидает, сейчас увидим. Наверное, это будут наши обитатели. А обитателей у нас в море не так уж и много. Дело в том, что море наше очень особенное. Оно слабосолёное, холодное, северное. И не каждый обитатель приспособится к жизни в таком море. Ну и, конечно же, наши обитатели... На самом деле, выглядит, как в реальности захватывающе просто. Просто захватывающе. Я думаю, что дети, когда видят, я не знаю, от восторга просто кричат. Они, конечно же, очень рады такому знакомству, потому что практически оказываются в 3D-аквариуме. Сейчас мы видели Камбулу. Она чемпион по маскировке. И сейчас нам важно не только посмотреть на рыб, но и даже самим поиграть. Поэтому идём в следующий зал. Это игровой зал. Выныриваем из подводного мира в игровой зал. Так, я вижу какой-то интерактивный стол. Карта, похожая на Европу. Что мы будем делать? Мы видим часть карты, которая показывает нам страны Балтийского региона. Мы будем заполнять карту странами. Двигаем пальчиком, разворачиваем, если нужно. И северный сосед Швеции машет нам руками. Я чувствую себя повелителем мира, потому что можно крутить, вертеть Германию, например. Да, и Германия встает на место. Ура, мы собрали карты. Ура, победа, ура, победа. Есть ещё какие-нибудь игры? Конечно, игр у нас несколько. И все они посвящены так или иначе воде или нашему Балтийскому морю. Сейчас мы представим, что мы дома и пользуемся водой. И в доме живут разные, конечно же, его жители. Это может быть мама, папа, сын или дочь. Так, извините. Я просто увидел слово «играть» и не могу никак отреагировать. Оп, оп. Отлично. Ну, давайте выберем мальчика. У него есть собака. И мы должны помыть её. Но мы должны учитывать, что будет расход воды и, конечно же, какое-то количество грязи мы сможем вымыть. Двигай рукой в любых направлениях. Задача просто сделать собаку чистой. Так, я вижу то, что вот расход воды, вот грязь и, соответственно, нам, чтобы выиграть, ни в коем случае нельзя перерасходовать воду. Конечно. Расходовать воду мы можем научиться здесь экономно. Но на самом деле это и есть наша задача – научиться правильно пользоваться водой. Друзья, мы будем сейчас продолжать мыть собаку, а вы обязательно дождитесь второй части, потому что мы спустимся в подземный мир Петербурга. Для чего? Для того, чтобы узнать, откуда же приходит к нам домой вода, как она очищается, и пройти этот путь своими ножками. А мы продолжаем мыть собаку. Как мы и обещали, мы спустились в подземный мир Петербурга. Что мы здесь делаем и что мы сейчас увидим? Мы находимся в трубе водозабора, по которой вода поступает на водопроводную станцию. Нас встречают раки – удивительные существа, которые контролируют качество Невской воды. А затем эту воду очищают в специальном умещении – фильтровальное отделение водопроводной станции. И некоторые подсказки здесь содержатся – воду очищают даже, используя ультрафиолет. Это особая технология. Ну а далее вода по трубам отправляется в наш город. Если посмотреть наверх, то мы увидим, что мы действительно под землей. Находимся в каком-то дворе колодца. Это ремонтная яма. Мы с вами оказались там, где создали условия для ремонта труб. И эти трубы над нами. Ну а система канализации, она находится гораздо глубже. И здесь есть опасность провалиться. Так что будьте всегда аккуратны. И никогда не спускайтесь в незнакомые люки. Ну а сейчас мы в подвале дома. Сюда приходит вода. И при помощи специальных водопроводных гребенок распределяется наша квартира. Татьяна, я смотрю, что сюда приходит не только вода, но еще и Вадик сюда приходил, и Аня сюда приходил. И даже фанаты «Зенита». И даже фанаты «Зенита». Но вода используется и загрязняется. И эта вода попадает уже в канализацию. Именно в это страшное место мы отправляемся. Канализационный коллектор. Ой, голова. Чего это? Это диггеры. Они спускаются под землю и следуют подземные коммуникации. Но это очень опасное занятие. Сюда лучше опускаться, если ты подготовлен. Конечно, в канализацию поступает грязная сточная вода. Она стекает из лесгорта и приходит из наших домов. И сюда опускаются сотрудники в этот канал. Но они должны быть особо подготовлены. Место это действительно неприятное. И есть даже опасность не дышаться газами. Так, как я понимаю... А это тот самый костюм, защитный для тех людей, кто спускается в эту систему. Воду, конечно, очищают. В этом зале можно про это узнать поподробнее. Но чистая вода, она отправляется в природу. В Финский залив Балтийского моря. И мы опускаемся в такой условный батискав, чтобы заглянуть в иллюминатор и увидеть наш Финский залив. Капитан Нэмон. Да, и затонувший корабль. Но еще здесь есть разные интересные обитатели. Так. Что происходит? А-а-а, испугались-то. Это водяной хранитель нашего водоема. Наши предки верили, что у каждого водоема есть свой хранитель. Водяной. Ну и мы тоже стараемся ему, так скажем, понравиться. Работаем хорошо. Водоканал очищает воду. А жители города могут ей пользоваться более аккуратно. Ну а давайте посмотрим, как же выглядит романтичная страна. Водяной терминатор, на самом деле, с этими голубыми глазами очень впечатляет. Куда мы сейчас выходим? Мы отправляемся с вами к макиту города. Это возможность увидеть романтичную сторону нашей водной столицы, увидеть реки, каналы, достопримечательности нашего города. И даже походить по напольной карте из экватории Ладожского озера по Неве в Финский залив. Горят окошки, и многие люди даже не догадываются, какая система интересная находится прямо под землей. Конечно же, мы живем и об этом не сильно думаем. Но в нашем музее об этом есть возможность узнать. Друзья, дождитесь обязательно третьей части, потому что мы будем вам раскрывать самые интересные факты о H2O, потому что мы попадем куда? Во Вселенной воды. Итак, наша экскурсия подходит к концу, и сейчас мы находимся в центре Вселенной воды. Татьяна, вам слово. Ну что ж, мы видим с вами инсталляцию глобус, и внутри глобуса вода. Но это не вся вода Земли, это только соленая вода. Ее много. А вот пресной воды гораздо меньше. Обратите внимание вот на эти кристаллы. Большой кристалл – это пресная вода на Земле, а маленький – это доступная пресная вода. По сути, большая ценность на Земле. Вот такая, вот такая вот мылипусечка, друзья, у нас осталась, поэтому нужно что? Воду беречь. Ну и посмотрим, конечно, на карту, как распределилась вода на Земле. Мы видим вот такую карту. Она показывает моря, океаны. И, конечно же, может показать нам и крупные озера, или реки. А также можно увидеть на нашей карте и болота, и даже крупные водопады. В зависимости от того, что вам интересно. Ой, я вижу, видоизменяется. Так, увидел Байкал, увидел Каспийское море, и я вижу, что Австралия у нас, к сожалению, обделена. Обделена. Ну, а нам повезло, у нас есть Ладожское озеро, одно из самых крупных в Европе, и является нашим природным водохранилищем. Запас воды всегда постоянный, и это здорово для нашего города. Друзья, извините, я вас перебью. Друзья, я вам хочу сказать, что здесь очень много интерактивных площадок. Вот даже если, например, вы посмотрите вверх, вы увидите снежинку, как я понимаю, да? Абсолютно верно. Сейчас мы куда идем? Мы идем в то место, где мы узнаем о свойствах воды. Например, огромная способность растворять разные вещества, характерно для воды. И мы подошли вот к такой колбочке, здесь раствор соли. Соли здесь достаточно много, в 10 раз больше, чем воды. Давайте посмотрим, что произойдет, если мы еще добавим соли. Замерзла вода, замерзла или нет, или что? Ну, на самом деле, это не лед. Это кристалл соли образовался вместо раствора, потому что даже небольшая добавка привела к кристаллизации. Но можно и вернуть в обратное состояние, только нужно подогреть. Такой прием используется в... В грелках. Правильно, в соляных грелках. Ну что ж, узнать о свойствах воды можно благодаря знанию строения молекулы воды. Образуется она из атомов кислорода и атомов водорода. Можно их соединить, и получится молекула, известная всем, H2O. Вот правильно, совершенно верно, вы делаете. Такой водяной конструктор. Да. Ну и, конечно же, можно посмотреть, как образуются самые разные водородные связи в молекулах воды. Или как получается Микки Маус. Или как получается, да, Микки Маус. Вот мы их как раз и сейчас делаем. Ну, мы с вами будем двигаться дальше, потому что нас ждет много всего интересного. Например, мы отправляемся в погодный коридор. В нашем городе погода очень часто бывает дождливой, и мы очень зависим от этого. Ну а здесь мы можем, оказавшись в погодном коридоре, разную погоду на себе испытать. Ну что ж, давайте это попробуем. Итак, приготовились. Как вы думаете, что уже сейчас случится? Я не знаю, гром пойдет и... Что? Ну? О! Очень, очень освежает, друзья. Я понимаю, что сейчас еще будет что-то, да? Конечно, сезоны меняются, а иногда и даже неожиданные сезоны случаются грозы и ливни. Давайте скажем напоследок нашим телезрителям. Вода – это жизнь. И почему нужно все-таки к ней бережно относиться и изучать? В двух словах. Ну, потому что вода, ее действительно очень мало доступной воды, и она загрязняется. Наша задача – ее сберечь чистой и сделать ее безопасной для нас и для будущих поколений. Берегите воду!